Айбаш, убивать друг друга. Кто-то, может, не хочет, чтобы мы были, но мы есть. Вина, самая большая вина, лежит на местных грузинах, которые жили с нами. Для Вселенной это не что. Это как три секунды, наверное, и того меньше. Не написал бы, а о них уже и забыли. Война началась 14 августа, это была пятница. И в этот день мы даже не ложились по теплу. Мы прямо приехали под утро в город. И мне было тогда 33 года уже. Ну, что мы услышали? Первое, что мы услышали, что кто-то грузины танками зашли. Там уже в Сухуми бои идут. Оружия нет, боеприпасов нет. Продовольствия нет, денег нет. Ничего нет. Чтобы это организовать, нужно время. Да, это, естественно, подойдет, но нужно время. А вот в этом промежутке что делать? На кого надеяться? Самый главный момент. Я считаю, когда говорят, что все, кто воевал герои, я так не считаю. Я считаю, герои те, кто первые дни пошли, не имея ничего, не надеясь ни на кого. Вот кто туда пошел, на Гумисту, кто в сторону реки Бзыб, там, Питсунда, поворот Питсунский. Кто очень чиро, ворчало, которые держали оборону первыми, имеющиеся возможностями, охотничьими оружиями. Мы думали, как назвать себя. По расположению, по расположению мы находились в какой-то такой молодой эвкалиптовой роще. Ну, как назвать? Я вот там нахожусь, передаешь там, где эвкалипты, в общем. Ну, так и назвали эвкалипты. Это полезное дерево, да? Вот потом, когда раскручиваешь ситуацию. То есть, что бы ни было, ты должен приносить пользу. Могло не быть, если местные грузины не поддержали бы... не поддержали политику. А они, оказывается, готовились тут. Привозили оружие, они прятались. В нужный момент все... Все это они вытащили. Укомплектованы были. По последнему слову. В общем, когда кто-то приходит тебе отнять самое дорогое, он хочет тебя убить. Он хочет тебя уничтожить. Это же все понятно. И ты это не отдашь. Он говорит, что ты никто. Он говорит, что ты такой же, как и он. А ты тоже знаешь о себе очень много. Тебя же с детства воспитывают, там, каких-то вот... Сказывают истории. Потом знаешь, что... Сколько трагедий было. Ну, какой-то вот такой зов предков. Тяжело было всегда. Но это же война. Связана с потерями. Удачей, поражением. Как и в жизни. Это же война, это жизнь в миниатюре. Там временные рамки другие. Ну, и тут еще и что-то связано с кровопролитием. С потерями людей. Были, естественно, такие времена, моменты, когда... И отчаяние, что вот... Ну, это больше шло, знаете где? От людей, которые были около фронта. Которые были за линией фронта. Вот. Война. Одним словом, война. Это такое страшное слово. На абхазском языке, вы знаете, как оно звучит? Айбашра. Убивать друг друга. Ни на одном другом языке этого нет. Убивать друг друга. Перевод. Дословный. И точный. Поэтому... Кто-то же строит... Люди же строят планы, мирные планы. Хотят жить. Ну вот. Когда в твою судьбу вмешивается, то оно ведь... Имеет такое... Были сложные периоды, конечно. Но... Я считаю, что очень важно... Не дай бог, но в случае войны, чтобы... Были люди... Которых бы ты не сомневался. Чтобы ты не... Не оглядывался назад. Чтобы ты шел и занимался своим делом. И что... У тебя не было мысли, что кто-то там... Нож в спину. Это самое важное. 30 лет для... Для Вселенной это не что. Это как 3 секунды, наверное. И того меньше. Ну мы вот... Мы есть. Ну не знаю там... Кто-то может не... Не хочет, чтобы мы были, но мы есть. Мы на своей земле. Мы... Мы можем... Показать свое лицо. Свое Я. У нас есть свое Я. Ну вообще это ко мне пришло. Просто из-за понимания того, что... Ну вот был человек, его и нет, и забудут. Просто вот из-за понимания, что надо написать, Чтоб его не забыли. Потому что он же пришел. Понимаете? Он пришел сюда. Сперва я писал о погибших. Ну а потом... И не только о погибших. И тех, кто был вокруг. Может быть... Может быть, это фантасту сложно придумывать что-то. Там сразу не напишет. А тут как бы вот по факту я... Мог написать. Какие-то очерки. Ну вот... И написал бы, о них уже и забыли бы. О многих ребятах. Любовь... Спасибо за субтитры Алексею Дубже. Продолжение следует... Как. Продолжение следует... Как. Так.